В эфире программа «Новая школа» в студии Арина Смолякова. Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о едином госэкзамене. Экзамены, наконец, закончились, и теперь можно обсудить и подвести некоторые итоги. Мы поговорим о том, как меняется единый госэкзамен, как он совершенствуется и каким он будет в недалеком будущем. У нас сегодня в гостях доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель Школы Российской Федерации Ольга Владимировна Заславская. Ольга Владимировна, скажите, пожалуйста, вот сейчас происходит много перемен в сфере образования, реформы, и это сказывается на том, как учитель по-другому стал воспринимать свою работу. Вот в чем это сейчас, в чем заключаются эти изменения? Каким должен быть сейчас учитель? Когда мы говорим о модернизации образования, то часто мы, имея в виду весь контекст образовательной ситуации, техническое перевооружение, оснащение особым образом, изменения в программах и так далее, и так далее, очень часто говоря обо всем этом контексте, мы, на мой взгляд, уделяем недостаточно внимания роли и месту учителя во всей этой самой модернизации. Понимаете, ведь особенность системы образования и вообще образовательного процесса такова, что можно произнести массу разнообразных лозунгов, можно издать массу очень умных книжек про школу, но прозвенит звонок, и учитель войдет в класс. И именно там или будет происходить модернизация, или, несмотря на все умные книжки, ее не будет. Даже очень опытные учителя сейчас возмущаются тем, что ввели тестовые системы, что они, как считают, что это натаскивание, что это ограничение в знаниях какое-то. Как вы к этому относитесь? Вы имеете в виду ЕГЭ в первую очередь, да? Да, и ЕГЭ, и вообще, да, тесты, на которых тренируются. Да, вы правы. Потому и появились тесты, что появилось ЕГЭ. То есть учителя поняли, что с них спросят, и в каком месте начнется, с какого места начнут оценивать их профессионализм, в том числе, и их вклад в образование ребенка. Если вас интересует мое отношение к единому государственному экзамену, то я могу сказать так, что, на мой взгляд, причина недовольства социальной напряженности вокруг этого экзамена, причем эта напряженность идет во все стороны. Я не возьмусь пересчитать все эти стороны. Значит, во-первых, возникла напряженность вокруг школы, которая плохо готовит к ЕГЭ. И это общественное мнение, которое звучит из всех телевизоров, о том, как плохо, как мало 100 бальников и так далее. С другой стороны, это напряжение, которое идет изнутри школы. Учителя недовольны целым рядом вещей, которые так или иначе контекстно привязаны к ЕГЭ. Я думаю, что вот эта социальная напряженность вокруг этого экзамена возникла в первую очередь потому, что в какой-то момент ему придали слишком большое значение. Экзамен вдруг почему-то стал рассматриваться как универсальный эквивалент всему профессиональному мастерству учителя, качеству образования в стране. Если бы изначально экзамену определили то место, которого он заслуживает, поверьте, никакой социальной напряженности бы не было. Знаете еще в чем казус? Казус в том, что сначала появился ЕГЭ, а потом появились стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения для общеобразовательной школы. И стандарты, впервые, кстати говоря, за что я их полюбила, инвариантную часть стандартов, концептуальную часть стандартов, за то, что там впервые достаточно внятно определили, в чем же состоит результат образования. И там вдруг впервые, в педагогике много-много, у нас очень большие проблемы с результатом, всегда результат, как в любой гуманитарной области, у нас такой расплывчатый, неуловимый, его трудно измерить, только измеришь, окажется, что это не совсем, не все про результат. В общем, у нас непросто. И вдруг стандарты впервые сформулировали, что результат освоения образовательных программ, я вернусь к ЕГЭ обязательно, есть трехкомпонентный феномен. Первый компонент предметный, знание, умение, навыки по данному предмету. Второй метапредметный, знание, умение, навыки мировоззренческого, культурологического характера, так или иначе связанный с этим предметом, но не полностью покрывающий предметное знание. И третий, личностный компонент, это мотивы, потребности, интересы к учению, опыт, культура, мировоззрение, компетенции в целом и так далее. Сначала возник ЕГЭ с тестами, а потом возник федеральный стандарт с трехкомпонентным результатом. И вдруг стало понятно, что ЕГЭ может быть и не самый плохой инструмент для измерения предметного компонента общего совокупного результата освоения образовательных программ. Предметного компонента. То есть только предметного. Только предметного компонента. А все, что касается надпредметности, все, что касается мировоззренческого знания, этого ничего нет в ЕГЭ. То есть получается, что оценивается только... Один компонент из результата. Да, только то, что человек знает на данный момент. По предмету. Да. И когда так получилось, то оказалось странное и достаточно опасное с точки зрения социальной напряженности ситуация. Появился ЕГЭ, и школе сказали, вы теперь то, что есть результат ЕГЭ. Учитель схватился за голову и сказал, как Пьер Безуха в «Войне и мире», а как же моя бессмертная душа, а как же я, а как же я с моими воспитательными подходами, с моими инновационными технологиями, с моим умением формировать интерес к знаниям, если всё сводится в желудовую чашку правильного заполнения тестов. Если бы ему сказали, ЕГЭ – это предметный компонент. Это только один из измерителей. Это только один из трёх компонентов. Только для один из... Это только... Это сегодня принятый измеритель. Он будет трансформироваться, мы будем его улучшать для одного компонента результата. А два других – вот вам другие измерители. И вот в этом месте начинаются проблемы. Тогда надо измерять и всё остальное чем-то. И тогда возникает вопрос – дайте нам измерители такие же сертифицированные, унифицированные, знаете, такие, чтобы одной линейкой по всей России метапредметный компонент результата, личностный компонент результата. Пока этого не будет, нельзя будет сказать, что этот результат соответствует ГОСТу. Ну, наверное, измерить-то можно только то, что человек выучил конкретно, а измерить его личность, на что он способен в будущем. Вы понимаете? Поэтому возникает такое противоречие. Пока неразрешённое, я скажу так, оно не неразрешимое, мы надеемся, но неразрешённое. Сегодня наука педагогическая работает в этом направлении. И пишутся диссертации по поводу изучения личностного компонента и метапредметного компонента, результата изучения и его, не только процесса его формирования, хотя это тоже ещё достаточно неосвоенная территория в педагогике, но самое главное – измерение результата. Вот этого компонента результата. И, конечно, это очень серьёзный вопрос. И поэтому очень хороша инвариантная часть стандартов, прекрасная. И теперь следующий вопрос, который хочется задать умным, талантливым, грамотным разработчикам. Так, и что теперь, и теперь, как мы будем замерять эту самую, эти два, всё остальное. И, знаете, как у великого русского писателя, не даёт ответа. Пока не даёт ответа. Ну, то есть это очень сложно и неизвестно, когда это будет изобретено. Да, мы надеемся, что это должно быть изобретено, иначе идея стандартизации, напрямую связанная с идеей модернизации образования, в контексте, который мы и ведём сейчас с вами разговор, да, эта идея, весь пар уйдёт в свисток, эта идея погибнет на корню, как многие-многие реформаторские идеи или псевдореформаторские, реформаторские по-настоящему идеи в системе образования. Мы же одна из самых реформируемых систем. Мы одна из самых древних систем, самых классических, традиционных, консервативных систем, таких крепежей в социальном пространстве. Знаете, школа такой крепёж. И одновременно мы территория реформ, главная территория реформ. Я не знаю, какие ещё из сфер социальной жизни реформируются с той же степенью интенсивности, с какой это происходит в образовании. Правильно, потому что это связано с формированием личности. Я думаю, потому что это связано с каждым живым человеком на земном шаре. То есть нет такого человека, ну, там, где есть цивилизованные, есть цивилизация, и там есть система образования. Более того, как только погибнет последняя школа, закончится цивилизация. Я всегда думаю о том, что пока звенит звонок, какие бы катаклизмы ни происходили в мире, пока, если звенит звонок, и учительница идёт на урок, значит, жизнь продолжается. В этом году, перед началом экзаменов, Департамент образования города Москвы провёл пресс-конференцию под названием «ЕГЭ-2013. Стабильность и оптимизация». На пресс-конференции обсуждалось, что нового появилось в процедуре проведения ЕГЭ в Москве, какие предметы пользуются наибольшей популярностью и какие результаты показывают московские школьники при сдаче единого госэкзамена. Я хочу отметить, что в 2013 году правила по сравнению с 2012 годом по проведению госэкзамена не изменились. Это очень благоприятные условия для организаторов, для нас, для Департамента образования города Москвы. Мы воспользовались этим, осмотрелись и вместе с заинтересованными ведомствами, учреждениями города Москвы оптимизируем условия для наших выпускников, создаваем благоприятные, безопасные условия, но естественно в рамках федерального законодательства. Мы стали более тщательно, внимательно в этом году отбирать педагогов. Это очень важно, когда педагог работает обезличенно, с экземпляционными материалами. Главное, чтобы в это время он был объективен, профессионален. Поэтому три категории мы установили для экспертов, то есть наших педагогов, которые привлекаем. Есть категории экспертов, которые занимаются только проверкой экземпляционных работ, а есть более партифицированные эксперты, которые и перепроверкой будут заниматься, и будут участвовать в работе конфликтной комиссии, именно в процедуре эпиляции. Ну а самые маститы, самые опытные, это те педагоги, так называемые ведущие эксперты, которых Москва будет делегировать в группы экспертов для перепроверки экземпляционных работ выпускников школ других регионов. Телеканал «Первый образовательный» Елена Липс. Скажите, а что на последнее можно и нужно было сделать, чтобы сдача ЕГЭ стала еще более объективной и интересной для предметов гуманитарных? Начну с того, что иностранный язык, правильно? Вот больной экзамен и правильно говорят о том, что форму данного экзамена нужно изменять. В принципе, мы должны разговаривать на языке, а не выбирать у нас правильные или неправильные ответы. Поэтому вот эти формы, я считаю, что нужно предоставлять большее количество форм при проведении ЕГЭ. То есть это должен быть один и тот же экзамен, но формы, которые используют данный экзамен, они должны быть разные. Хотелось бы, чтобы при сдаче у нас предметов гуманитарного цикла точно так же и длились видеонаблюдения. Также у нас можно было бы производить запись ответов участников для того, чтобы, может быть, передавать ее в приемные комиссии вузов и судов при принятии ими у нас решений, когда они поступают. То есть как это используется на иностранных языках, там у нас запись ведется, и потом она переявляется экспертом устной части. Ольга Владимировна, ну а как вот с тем, что мы сейчас имеем, с той системой измерения, которая есть, как быть учителям, чтобы лучше сделать и не навредить учащимся выпускникам. И все-таки представить какой-то адекватный, да? Да, и все-таки представить как можно лучше их знания, как они на самом деле есть. Вы вот именно об измерениях, да? Понимаете, сегодня учитель в трудном положении. Учитель в трудном положении, пока царит и правит ЕГЭ. И пока ему не определят его законное место, пока не будет к нему... Я имею в виду не ситуацию, когда кто хочет, сдает ЕГЭ, а кто-то пишет реферат, а где-то вузы говорят о том, что у них будет вступить на экзамен. У ЕГЭ, кстати, очень много положительного. Действительно, это вполне демократический механизм. И я считаю, что его надо только совершенствовать. Но ему надо определить место. Пока ему будут считать универсальным эквивалентом, пока его будут считать всеобщим измерителем, измерителем всего в образовании, до тех пор вокруг него будут проблемы. Но какой, например, это может быть измеритель? Это участие в олимпиадах или это творческие работы? Может быть, кстати, один из вариантов, например, для измерения личностного компонента результата, это портфолио ученика. Вот как бы вот этот вот по накопительной системе постепенно накапливается. Меня здесь, знаете, что смущает? Вот как человека, который много лет проработал в школе и был практическим учителем, меня смущает то, что я понимаю, что на каждом уроке мы вряд ли можем замерить приращение, например, мотивации или интереса, или еще какие-то качественные личностные приращения. Учитель должен понимать, он обеспечивает качественное приращение личности. Понимаете, в разных структурах личности, в разных компонентах этой личности. Но он должен это понимать. Если он будет думать, ну, зато он поучаствует в олимпиаде, мы вложим в портфолио диплом олимпиады, и этим я покрою 10 моих плохих уроков, в которых я ничего для этой личности, вообще-то говоря, не сделала. То есть мне кажется, важно все-таки иметь некие... Надо как-то очень хорошо на эту тему подумать. У нас есть в науке педагогической и у психологов. Кстати, у психологов мы очень рассчитываем здесь на псих... Вот в частности по личностному компоненту мы очень верим в психологов. У них там есть какие-то такие свои очень загадочные, только им понятные всякие такие фокусы, когда можно измерить, какие тревожности, и то, и сё. Но я очень уважаю представителей этой профессии, и поэтому не возьмусь на эту тему, так сказать, всерьёз рассуждать. Мы на них очень рассчитываем, вот в этой части. Что делать с метапредметными, с универсальными умениями, с точки зрения измерения уровня их сформированности? То есть что человек, какой у него кругозор, интеллект... Вот это владение как бы высокими шаблонами мышления, как говорится, понимаете? То есть когда я умею сравнивать, я умею вычленять учебную задачу, я умею выбирать, осуществлять выбор, я умею рефлексировать, у меня есть опыт и культура. Они тесно связаны метапредметные, личностные, очень тесно связаны, но стандарт призывает нас профессионально различать эти три компонента. Значит, мы должны различать их и в инструментарии. Значит, должен быть и различный инструмент для измерения этих самых компонентов. Понимаете? Поэтому очень сложный вопрос. Мы очень... И я тоже, как человек, который работает в сфере теории, педагогической, как специалист в области обучения в современной школе, я тоже думаю много на эту тему. Хотелось бы, чтобы научное сообщество солидарно как-то откликнулось на эту очень живую, повседневную учительскую потребность. Если это отдать в регионы, если это отдать учителю, скажите, пусть учитель там, пожалуйста, вот такие звездочки, такие умнички, учителя, они сейчас придумают, то надо иметь в виду, что это будет Тульский стандарт, Питерский стандарт, Московский стандарт и города Кривого Рога, нет, или это уже не Россия? Вот у меня плохо с географией. И хорошо, и города Белгорода стандарт. Или это будет стандарт в каждой отдельно взятой школе. Еще страшнее. Где попался творческий учитель. Тогда за что боролись, и при чем тут федеральный, государственный образовательный стандарт. Тогда и образование будет белгородское, тульское, московское, понимаете? Вот надо об этом думать. ЕГЭй уже есть. Будучи встроенный на то место, которое он заслуживает, он мог бы хорошо вписаться в контекст других измерителей, обеспечивающих полноценное и всестороннее измерение полноценного и всестороннего результата освоения образовательных программ. То есть, вы считаете, что это возмущает всех именно то, что вот это узкое... Что реальные возможности ЕГЭ, они покрывают всего результата, а сделана попытка представить его как всеобщий эквивалент, как универсальный измеритель. И это вызывает, конечно же, социальную напряженность. Как показатель вообще всего. Всего. Ценности школы, ценности личности, прошедшей, поручившейся в школе, профессионализма учителя, ну просто всего. Это неправда. Это не так. У ЕГЭ нет такого потенциала. В нем не встроена такая всеобщая опция, всеобщего эквивалента. Нет, встроена. Но свою работу ЕГЭ может выполнить профессионально в части оценивания предметного компонента результата освоения образовательных программ. Я так считаю. Скажите, пожалуйста, вот последнее, наверное, что я спрошу. Как в современных условиях, что нужно делать учителям? Им нужно проходить какую-то переподготовку? Или тех знаний, которые у них есть, и практических навыков им достаточно? Сегодня требуется очень серьезная подготовка, повышение, не надо переподготовку, должно быть повышение профессиональной квалификации учителя. То есть дополнительно какие-то знания? Должно быть дополнительное профессиональное образование. Но сам по себе институт, как общественный институт, как образовательный институт, как система, институт повышения квалификации только в том случае может решить задачи и помочь учителю справиться с сегодняшней ситуацией, если он в значительной степени переориентируется с методического подхода в системе повышения квалификации, когда учителю объясняют, как надо делать. Переориентируется на мировоззренческий культурологический подход в повышении квалификации, когда учителю помогают понять, как надо думать. Куда думать? В какую сторону думать? Потому что именно в этой стороне лежат все вопросы, все главные ответы на главные вопросы профессионального бытия, профессионального быта, вообще, так сказать, на все наши главные профессиональные вопросы. Папа очень соблазнительно рассказать учителю, пользуясь терминами из Крыловской басни, как сесть. Говорить надо совершенно о другом с учителем. Какую музыку играть, как инструмент настраивать, как партитуру разбирать, как лейтмотивы находить, опять же, пользуясь знаменитой терминологией из знаменитой Крыловской басни «Квартет». Как сесть, учителю решить сам. Надо научить, как думать. И это есть мировоззренческий подход к повышению квалификации. К сожалению, сегодня все больше и больше склоняются к тому, что учителю надо дать инструкцию, учителю надо дать алгоритм, по которому он будет действовать. Мы никогда не спасем ситуацию, если мы не поможем учителю научиться правильно думать. Умение видеть закономерности процесса, который мы осуществляем в школе, умение находить причины следственной зависимости между явлениями, внутри процесса, между процессами и под процессами, умение видеть систему как взаимосвязанное, как взаимодействие под систем, умение рефлексировать, осуществлять профессиональную рефлексию. Это и есть правильно думать. То есть всему этому можно научить? Это возможность, это путь формирования профессиональной культуры. Профессиональное мастерство – это всего лишь первая ступенька в профессиональном совершенствовании. Это первая ступенька. А самая высокая ступень – вот блестящие учителя – это учителя со сформированной профессиональной культурой, с профессиональной позицией, с профессиональным мировоззрением, умеющие защищать, делать безопасным свое профессиональное пространство, никогда не становящиеся объектом чьих-то манипуляций, самостоятельные, творческие, очень красивые люди. Настоящие, серьезные учителя. Спасибо. Я рада была поучаствовать в таком интересном разговоре. На этом наша программа заканчивается. Напоминаю, что сегодня мы говорили о едином госэкзамене. С вами была Арина Смолякова. До свидания.